Сборных лучшие футболисты уезжали в Киев на матче против Грузии на второй строчке турнира на таблице, но не выиграли, ну а сейчас есть возможность забить и будет добивание. Совершенно один оказывается футболист Гребенника, снова на Посечнюка, удар в дальнюю, все-таки опыта и наигранности у него достаточно, а пока Никита Чумаченко забивает шикарный гол, и Гребенник снова неожиданно для всех выходит вперед, все-таки опыта и наигранности у него достаточно, а пока Никита Чумаченко забивает шикарный гол, и Гребенник снова неожиданно для всех выходит вперед. Напоминаю, что играют с лидерами только он из футболиста, который сейчас находится на поле Также еще был Даниэль Адамо, сейчас речь не о нем Сейчас еще один шикарный гол мы видим на ваших экранах Только он из футболиста, который сейчас находится на поле Также еще был Даниэль Адамо, сейчас речь не о нем Сейчас еще один шикарный гол мы видим на ваших экранах Некоторые видят воочию те зрители, которые пришли Будет Руслан Истрати наконец-то бить? Нет Все, чаще он выходит, но если Нигара хорошо бьет, почему бы не сделать точно такой же удар? Практически, но чуть-чуть, наверное, ближе подошел к воротам и снова он становится голеем. Будет Руслан Истратель наконец-то бить? Нет, все, чаще он выходит, но если Нигара хорошо бьет, почему бы не сделать точно такой же удар? Практически, но чуть-чуть, наверное, ближе подошел к воротам и снова он становится голеем. Просто расчехлил как-то свою пушку Виктор Нигара. Пошла вся команда соперника вперед, но оставила ворота пустыми и Коваль тогда забил. Сейчас попробовал забить в ворота, которые были не пустыми, в которых стояла Руслан Истрати, но не получилось после первого тайма счет 1-2 в пользу Нисту Ростимпорт. Небольшая заминка перед началом второго тайма связана была с тем, что не очень хотели футболисты меняться своими уже насиженными местами. Такой результат их полностью устраивает, ну а Гребеник, конечно же, такой результат не устраивает. И мы сейчас видим, что шикарный удар сейчас станцевался, да, он какой-то свой определенный футбольный танец. И хорошо на Пасечнюка получается налево будет удар с правой ноги, но Истрати прекрасно. В чемпионате в этом розыгрыше, но, конечно же, нужно говорить о том, что все это еще и благодаря футболистам Нистру. Как будто бы опрометчиво, потому что первым на мяче был футболист Нистру, он же сейчас снова на мяче ворота пустые, но можно было, наверное, как-нибудь сыграть потоньше, что ли. Снова вторая попытка у Лунгу. В этот раз с Низом, но в этот раз еще хуже, потому что контратака очень опасная у Нистру. Николай Игнат один, у чужих поворотов нет, есть партнер и есть штанга. Опасности не было. Объясняю, что сейчас произошло. Сам немножко вникал, на самом деле просто была перепалка между футболистами одной и другой команды, но жестче всех был Бажура. Все высказывались достаточно неприятно насчет друг друга, но который в итоге и получил желтую карточку от судей этого матча. Судья оставляет Бажура свою команду на две минуты в меньшинстве, либо до пропущенного гола. Есть дальний удар и штанга в свои ворота! Залетает мяч, к сожалению для Александра. На Машке не смог он подстроиться. Коваль в последний момент смог зафиксировать. Хотя пока атака и просто как будто расступаются перед футболистом. Один против всех, но они Гара. Очередной выстрел почему-то по своим, но пытался по чужим воротам. Играют хорошо защитники и врата. И еще третья попытка от Бажура. Ну и мы слышим свисток, уже может не бежать Даниэля Дам к этому мячу. Не потому что не добежит, а потому что уже смысла никого нет. Может быть и успел бы. Счет 3-1. Итак, мы можем поздравить первую команду, которая выходит в плей-офф Амалиги 2021. Это Нистр, Рост, Импорт. Дали бой. Против нас. Нам противостал хороший соперник. Тоже, который борется, так сказать, и хочет проявить себя и занять достойное место, выйти в плей-офф. Команда соперников более подготовленная, более сыгранная. Отсюда и результат. Плюс использовали шестого, можно сказать, полевого. Это вратарь, который в этом футболе очень много значит. И нам было очень сложно. Вот отсюда результат вышел. Он действительно выходил на середину поля. Не смогли, наверное, переиграть их. Да, этим они и пользовались. Да, у нас были моменты. Ну, немного, скажем. Ну, и у них не было много моментов. Но, чтобы поймать, так как он играл в центре поля, поймать какой-то момент, пробить по пустым у нас тоже не было. Они не ошибались. То есть вратарь, если выходил, то без ошибок. И у нас не было моментов. У нас не было много.